Приветствую вас! Совершенно очевидно, что ваш сын достаточно избалованный ребенок. Совершенно очевидно, что ваш сын достаточно такой, к сожалению, эгоистичный ребенок, потому что ведет он себя явно не как тот, кто умеет принимать, слышать, а слова нет. К сожалению, исходя из этого, я могу сделать такой вывод, что вы, скорее всего, воспитывали и воспитываете своего, своих детей с чувством вины, с чувством вины. То есть, что это значит? А, это значит, что вы воспитываете детей одна, и, возможно, вы чувствуете себя перед ними виноватой. Возможно. Сложно объяснить еще, почему ваш ребенок так эгоистично, потребительски настроен по отношению к вам, при том, что ему уже 18 лет, он, в принципе, может сам себя обеспечивать. Вот. А я думаю, что у вас заниженная самооценка, я думаю, что вы сами не умеете говорить нет, и ребенок ваш слово нет также не знает. Вот. Я думаю, что вы расстались со своим мужем по причине того, что он перестал видеть у вас женщину, и я думаю, что вот это, на самом деле, является принципиальной проблемой. То есть, вам не нужно возвращаться сейчас сына, вам нужно посмотреть, почему ваш сын стал таким, и изменить свое поведение по отношению, в первую очередь, к самой себе. И уже после этого, уже после этого, можно будет, ну, о чем-то говорить, да? Можно будет как-то что-то корректировать, и можно будет как-то что-то менять в этой ситуации. Вот. В принципе, наверное, в принципе так. То есть, вы нуждаетесь в сыне, вы пишете, я не знаю, как с этим жить, но с чем с этим, с этим с чем вы не знаете, как жить, не очень понятно, с чем конкретно. То есть, вас, грубо говоря, оболгали, да? Сын поверил тому, что ему право сказали. И дальше, просто-напросто, все-басло, поехал. Вы правда считаете, что дело здесь только в этом? То есть, вы правда считаете, что вот эта вот нормальность, что сын называет вас ленивой, там, и так далее, и так далее, и так далее? И самое главное, как после этого вы хотите, чтобы он с вами помирился? Точнее, вы сами хотите с ним помириться? То есть, понимаете ли вы, что вы унижаете себя таким образом? Понимаете ли вы, что вы принижаете себя таким образом? Очень надеюсь, что, понимаете, очень надеюсь, что отдаете себе в этом отсчет, потому что в противном случае я боюсь, что ситуация будет выходить из-под контроля. Вот так вот всегда, я... ну, я полагаю, так. Ну вот, потому что ребенок, ребенок, он, ну, как бы, он неспроста ведет себя так, вот, и научился он этому, ну, скорее всего, у вас. Скорее всего, у вас. Понимаете? То есть, в первую очередь, прямо в первую очередь, то, что вам нужно сделать, это, наверное, более ценностно относиться к самой себе. И определить, а для чего же вам, собственно, сын-то, то есть, вот, ну, вы говорите, у меня проблема с сыном, нет, у вас проблема не с сыном, а у вас проблема, скорее, она с самой собой проблема, как это не печально и не парадоксально. Самый счастливый сын, сын-то ваше, это ваше отражение. Он, это выражение того, что вы к себе, судя по всему, подавляли. И подавляли, и подавляли, и подавляли, и подавляли, и подавляли. Знаете, какая сука. Поэтому, я думаю, что так, я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос. Ну, и, конечно, момент, момент здесь такой, что вы, как бы, ну, берете на себя ответственно, да, за свину, как бы. Ну, вот, вы такое ощущение, да, что не видите разницы, разницы между тем, когда вы ответственны за то, что происходит, да, и когда, нет, мне почему-то, мне почему-то кажется так. Вот. Это, опять же, отсутствие личных границ. У вас, видимо, так вот, сильно на это влияет, к сожалению. Вот. И так, значит, у меня проблема так. Он встречался с девочкой около года этим летом. Так, он встречался с девочкой около года этим летом, и ее родители собирают ехать к морю, и предложили моему сыну поехать с ними. Ну, смотрите. Какая? Какая? Какая ситуация, получается? Что у нас тут? А родители к морю поехать хотят? Да? Вот. Вот. Предлагают вашему сыну это сделать. Он почему-то, я вот подчеркиваю, да, почему-то. Поглашается это сделать, но за вас. Все. Почему-то. Дальше. Так, мы-то мы поговорили с мамой девочкой, она сказала, что едут на не на 10 дней. Она сказала, дорого, конечно, все это. Я согласился, я сказал, да, дорого, но что мы в этом году никуда не едем, пусть хоть с ним поедет. Тут она предложила, что будете поехать на неделю, я удивилась. У меня даже мысли такого не было, но говорю, как вам удобно, хорошо, пусть на неделю. Ну вот, понимаете, да, то есть, как бы вы удивились, да, но свое удивление вы не выразили, по сути. То есть, вы просто удивились и все. Так, тогда как, в принципе можно, ну, можно было бы, да, можно было бы сказать, выразить как-то? Ну, своё удивление, например, своё непринятие этого, этого, своё непринятие этого, например. Вот. И так далее. Но этого не произошло. Опять. И, соответственно, это вот, один из ключевых аспектов. Дальше. Так. Подходило время поездки. Девочка спросила, почему родители делают на детей? Они на неделю. На что мама ответила, то я сказал, что нам поездки недорого. Она просто палила всё на меня. А, ну опять же. Да. Опять же. А, момент здесь какой? Именно повторил момент, что эта девочка спросила, твою маму. на меня. Вы, вы говорите, свалили вину на меня. Да. Как бы, да. Это, по-видимому, такие, что свалили вину на вас. Потому что, ну, так было, видимо, проще, проще всего сделать. Вот. Свалить вину на вас. Так было проще. Но меня больше интересует, конечно, то, как вы на это реагировали. Да. Вот. Меня больше интересует то, как вы вас приняли это. Дальше. Так. Эм. Значит, слышал. Меня виноват. Я не знаю, что они не говорили моему сыну, но сын стал мне грубить, потом он стал мне выговаривать всё, что я мало зарабатываю, что я ленивый, что мне дорого было брать на детей. Не, я не понял. Эм. У него же, вроде как, есть отец ещё, который, ну, тоже может, я так понимаю, помочь. Эм. Как бы. Эм. Сыну. Что-то почему он, да. А. 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 Требует. Столько. Что-то вот. Ну, согласитесь. Согласитесь. Это. Странно немного. Ну, считайте так. Эм. Что это, ну, позиция, да, она как минимум однобокая, позиция, что ли, что ли. Я бы. Сказал. Вот. Как вы, вот, сами, как, как вы сами думаете, думаете. Думаете. Вот. Как вы сами считаете. Однобокая позиция или нет. Вот. И самое главное, почему вы позволяете в такой позиции быть, почему вы позволяете в такой позиции иметь место. А. Дальше. Значит. Эм. Так. Гадорец, когда он приходил от них домой, становится всё хуже. Постоянно, постоянно, постоянно что-то говорил гадости, гадости на меня. Эээ. Закрывался в комнате, стал говорить, что не хочет меня видеть. Эээ. И. Говорить самое новое. Настал. Так в момент он сказал мне, я тебя ненавижу, ты для меня умерла. Недель назад он начал капсунику, не хочет мне говорить и не видеть меня. Ну, опять же. А как вы на всё это реагировали, Татьяна? Вот. Он себя ведёт так, а как реагируете вы? Эээ. Ну, во всей этой ситуации. Вот. Как вы-то реагируете? Что, в принципе, мне кажется, немало важно. Вот. Как вы реагируете? Эээ. Как вы, по-моему, по-моему. По-моему мнению, конечно. По-моему мнению, конечно. То есть, если вы сами не реагируете адекватно, то для сына как бы окей, что-то происходит. Ну, соответственно, я могу только спросить вас, почему-то, почему вы, позволили сыну, да, вот так вот. Ну, мне опять так видно, в данной ситуации. Дальше, пожалуйста, помогите мне с советом, что мне делать, я хочу помириться, а зачем? Сейчас сын настроен против вас. Он именно поэтому настроен против вас, потому что вы себя так ведете, вы к себе относитесь именно вот таким не самым лучшим образом. Понимаете, что это, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, это одна из самых таких вот серьезных проблем ваших. То, что, несмотря на подобное отношение к вам сына, да, вот, вы все равно хотите не помириться. Это, на мой взгляд, категорически не верно. Потому что, потому что ваш сын, он не обратит на вас внимание, пока вы будете стараться стремиться его к себе привлечь. Вот. Займитесь больше собой сейчас, отпустите его, перестаньте ему помогать во всем, вот, ничего за него не делайте, и увидите, какой-то он быстро, он к вам прибежит, скорее всего. Ну, а если не прибежит, значит, вы не смогли воспитать в нем ребенка, который бы вас уважал и чинил. Ну, это опять же вопрос к вам, что вы себя не уважаете, не цените, видимо. То есть, есть о чем подумать, согласитесь. Также желательно бы определить, из-за чего вы расстались со своим мужем, да, со своим мужчиной, почему так произошло. Это тоже очень важный момент. Мне кажется, это точно, чем вам стоит подумать сейчас. Вот. И, соответственно, сейчас подходящее время для того, чтобы пересмотреть свои жизненные позиции, свои жизненные ориентиры. Вот. И посмотреть, чтобы со старым ребенком такое тоже не произошло. Также очень хотелось узнать, почему вы одна. То есть, ну, вот, отец, сына с мамой не живет, а вы-да почему она? Почему вы одна? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok